Сегодня глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимреза провел традиционную большую пресс-конференцию. Представители региональных, окружных и федеральных СМИ задали самые актуальные вопросы, касающиеся всех сфер жизнедеятельности республики. Это и судьба драм-театра, реализация планов по проведению года медицины, ликвидация аварийного жилья к столетию Карачаева-Черкесии и не только. Пресс-конференция продолжалась полтора часа. За это время было задано около 50 вопросов. Альбина Ламкова с подробностями. Большой открытый диалог начался с приветственного слова главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова. Он выразил готовность ответить на все вопросы. Отметил работу журналистов в непростой период пандемии. И сегодня, соблюдая все меры безопасности, журналистов рассадили в шахматном порядке. Первый вопрос, заданный главе региона Светланы Казиевой, касался сферы здравоохранения. И не случайно в республике этот год объявлен годом медицины. Скажите, пожалуйста, кроме борьбы с пандемией, какие будут проводиться мероприятия по профилактике и лечению других заболеваний? И что в целом ждет Карачаева-Черкесию в сфере здравоохранения? Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин дал старт новому этапу модернизации первичного звена здравоохранения в нашей стране. В том числе и мы достаточно плотно включились в эту работу. Во время пандемии мы не прекращали строить фельдшко-акушерские пункты, ремонтировать районы, участковые, больницы, строить новые объекты, уделять внимание модернизации здравоохранения, обеспечению материально-технической базы, конечно, кадры. Эта работа проводилась и проводится. В 2021 году мы планируем реконструировать и отремонтировать врачебные амбулатории в Ауле-Рсакон, в Бавулка и приступить к капитальному ремонту Малокарачаевской центральной районной больницы. Также будет закупаться современное оборудование автомобилей. Уже в этом году поступили 12 единиц транспорта. Заработает и санавиация. И в случае острой необходимости она позволит ускорить оказание медицинской помощи. Также будут дооснащены региональный сосудистый центр и республиканский онкодиспансер. Будут работать 9 передвижных мобильных комплексов для обслуживания отдаленных населенных пунктов. Затем последовал вопрос, который касался отсутствия площадки работы для национальных театров. На что Рашид Тимрезов сказал, проектные работы по реконструкции драм-театра начнутся уже в этом году. А в 2022-м приступят к реализации. Не мог не прозвучать вопрос и о недавнем происшествии в Домбайе. О сходе лавины. О том, как глава региона оценивает происшествие. Следствие даст оценку. Но и дано поручение уже и профильному министерству, и мэрии города Карачаевска о синхронизации всех действий на случай возникновения такой опасности схода лавин, чтобы мы в этот момент могли четко понимать, когда нам закрывать канатные дороги, чтобы полностью не было ни одного человека на склоне. Ну и, конечно, взаимодействие сил спасения. Были вопросы и по дорожной инфраструктуре. В частности, о плачевном состоянии дорог в Хабецком районе. Здесь глава республики отметил, что ситуация будет меняться. По его поручению, реконструкция дороги Хабец-Черкесск началась три года назад. В этом году мы порядка километра сделали, хотя до этого мы первый этап реконструкции начали. В том числе мы берем и спуск, который был в ужасном состоянии. Сегодня это, кстати, самый аварийно-опасный участок. Сегодня мы его привели в нормативное состояние. И с этого года, начиная по пять километров каждый год, я думаю, что с 2024 года мы эту реконструкцию завершили. Что же касается вопроса, касающегося переселения из ветхого аварийного жилья, глава региона отметил, что Карачаево-Черкесия станет первым регионом в России, где эта задача будет выполнена досрочно. Непростая ситуация сложилась в республике и с водоснабжением. Наршир Тимрезов отметил, что более 45 тысяч жителей будут обеспечены чистой водой к 2023 году в рамках федерального проекта «Чистая вода». Также мы начинаем проектирование по таким крупным населенным пунктам, как село Чапаевска, Алло-Псыш, Дружба и Станица-Кордониска. Конечно же, основное то, что с 2019 года в нашей стране реализуется национальный проект «Чистая вода», федеральный проект, в котором мы активно участвуем. У нас три источника и по нацпроекту, и по комплексному развитию сельских территорий, и, конечно же, наша региональная программа по улучшению системы водоснабжения Карачаево-Черкесской республики. Также в ходе встречи была затронута еще одна проблема – газификация в населенных пунктах и высокой стоимости тарифа подключения газа к подворью. Часто слышал эти обращения наших жителей, абсолютно несправедливые. И, вы знаете, мной было дано поручение нашему управлению по тарифам, которое провело работу, в том числе и проверку обоснованности всех этих цифр. После проведенной проверки Рашид Борисбевич объявил о снижении тарифов подключения для юридических лиц на 38%, а для физических – на 18%. На встрече были затронуты и темы благоустройства населенных пунктов. Работы в этом направлении будут продолжены и в Черкесске. А в Карачаевске завершится реконструкция стадиона «Саулух» и начнется строительство первого в Карачаево-Черкесии ледового дворца на 250 мест. В 2021 году не останется ни одного населенного пункта, где не будет устойчивого скоростного интернета. Большая работа проведена для ликвидации двухсменного обучения в школах республики. Общеобразовательные учреждения продолжают возводиться. Несмотря на сложный год-год пандемии коронавирусной инфекции, ни один инвестиционный проект не был приостановлен, отметил Рашид Тимрезов. Одни из таких крупных – это на площадке так называемого нашего мясокомбината. Очень серьезная компания, компания «Абдамоте». Объем инвестиций 2,7 миллиарда. К маю текущего года полностью завершают они реконструкцию этого перерабатывающего предприятия. «Русгидро» объем инвестиций порядка 15 миллиардов. Это строительство двух малых вес. Эта работа также ведется и не останавливается. В прошлом году заложили стоимость порядка 1,2 миллиарда рублей. Еще один крупный сад интенсивного типа в Прикубанском районе. И, конечно же, основная задача при осуществлении инвестпроектов – создание новых рабочих мест в республике. Затронули тему и о показателях в сельском хозяйстве. Здесь глава республики отметил, что год действительности для тружеников села был сложный. Это и пандемия коронавируса, и засуха, которая повлекла за собой повышение цен на корма и ряд других проблем. Очень много внимания уделяем развитию сельских территорий. У нас мы везде строим по всем местам школы, детские сады, больницы. То есть та задача, которую мы сами ставили перед собой по оттоку населения с сельской местности, я считаю, что мы в принципе с ней справились. Я считаю, что мы село достаточно серьезно поддержали. Когда улучшится качество жизни на селе, человек, конечно, уже не заходится никуда уезжать и будет заниматься сельским хозяйством. Продолжение темы – как же сегодня живет агрокомбинат Южный. Совхоз в комбинат Южный как-то в последнее время исчез из повестки дня Карачаева-Черкесии. Что сейчас там происходит? Проезжая мимо, можно наблюдать, что свет горит только в одной трети теплицы. Плановой мощности где-то порядка 50 тысяч тонн – это одни из таких пиковых показателей у них были. Они в прошлом году 40 тысяч тонн произвели, в этом году 47 тысяч тонн. Поэтому он работает. Я это вижу и по численности, по штатной численности для меня, что очень важно, чтобы были сохранены рабочие места. Ну и точно знаю, что один блок уже модернизации четвертого поколения этих теплиц, они уже приступили. И еще один вопрос, пока у меня микрофон горит. Вы будете вакцинироваться публично? Я не знаю, у меня вроде бы есть какие-то там антитела, когда они есть, не знаю, откуда они у меня взялись, может, я где-то там переболел в самом начале. Но какие-то они большие есть. Пока мне специалисты точно не могут сказать, когда есть, можно вакцинироваться или нет. Поэтому пока вопрос. А так мы все к этому придем. Одной из интересных тем на пресс-конференции выдвижение кандидатуры главы Карачаева-Черкесии на следующий срок полномочий. По поводу принадлежения своей кандидатуры, вы на предстоящих выбрать? Срок полномочий у меня заканчивается в сентябре. Мне на сентябре надо выполнять свою работу. Если мне еще раз оценка и президентам, и населениям будет положительная, то тогда, если президент от Российской Федерации мою кандидатуру выдвинет, то, конечно, я буду работать дальше. Потому что целей и задач очень много. Это колоссальное количество задач сегодня. Мы с вами все прекрасно видим, в каком мире мы живем. Новые вызовы. Конечно, очень много таких вопросов и интересных, которые хочется, чтобы они были реализованы на территории Карачаева-Черкесской республики. Альбина Ламкова, Светлана Казиева, Алиба Станов, Рашид Токов. Вести Карачаева-Черкесия. И сегодня же глава республики Рашид Тимрезов провел встречу с мэром Черкеска Алексеем Баскаевым, в ходе которой подвели итоги года и определились по ключевым направлениям движения вперед. Проведенный запланированный масштаб работ колоссальный. Львиная часть из них была проведена по инициативе и при поддержке партии «Единая Россия». Так, в этом году будет завершено благоустройство парка около завода РТИ. 23 придомовых территорий и ремонт 15 километров городских дорог. Будут учтены важные составляющие комфортной жизни, как тротуары, освещение, достаточное количество контейнеров для ТБО, единый стиль остановок для общественного транспорта. В рамках госпрограммы развития образования будет реконструирована детская школа искусств Черкеска. В перспективе планируется отремонтировать городскую музыкальную школу, дворец культуры, центр досуга имени Гагарина. Будут открыты для всех желающих пять универсальных спортплощадок. В 2021 году будет продолжена работа в рамках реализации республиканского закона о выдаче земель многодетным семьям. Запланирована реконструкция центрального сквера, переселение жителей из ветхого жилья. Начнется строительство Центра молодежного инновационного творчества в парке «Юность». Направлена заявка Федерального агентства по туризму, проект развития парка «Зеленый остров», который предполагает дополнительное увеличение парковой зоны на 110 гектаров за счет территории пешеходной набережной вдоль Кубани. МЧС информирует, в период с 1 по 3 февраля в горах Карачаева-Черкесии выше 2000 метров лавина опасна. Ну а сейчас узнаем прогноз погоды на завтра. Слово нашим синоптикам. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура ночью минус 2 плюс 3, местами до 8 градусов мороза, днем плюс 4, плюс 9, местами до плюс 17. В Черкесске без осадков, ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 0 плюс 2, днем 15-17 градусов тепла. Все, что вас радует, обязательно будет. С кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,5% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис Московский индустриальный банк. Это «Большие вести» в прямом эфире и мы продолжаем. И в вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших составило 17 637 человек. Из них 15 916 выздоровели, 663 человека госпитализированы. В Карачаево-Черкесии снимается часть ограничений, введенных в связи с пандемией, заявил глава Рашид Тимрезов. Эпидемиологическая ситуация в республике стала понемногу улучшаться. И оперштаб принял ряд решений о снятии ограничений на работу организации общественного питания и организации отдыха-досуга в ночное время. Также снимаются ограничения на посещение культурных, выставочных и зрелищных мероприятий, детских игровых комнат, детских развлекательных центров, кинотеатров, концертных залов, массовых, физкультурных и спортивных мероприятий. Но при этом вводится требование, чтобы в местах проведения вышеуказанных мероприятий одновременно присутствовали не более 50% от общей вместимости помещения. Кроме того, по-прежнему соблюдается масочный режим и социальная дистанция. Об эпид-ситуации в Карачаево-Черкесии рассказала замминистра здравоохранения республики Тамара Кипкеева. Также она подробно остановилась на вакцинации населения. Сейчас активно ведется работа по реабилитации больных, перенесших новую коронавирусную инфекцию. Реабилитация проходит у нас в лечебно-реабилитационном центре. На сегодняшний день там находится на реабилитации 156 пациентов и 33 пациента направлены в санаторий Нарад в городе Тиберда. В настоящее время активно идет работа по вакцинации населения. Это единственный метод специфической профилактики против инфекции COVID-19. Мы ожидаем поставку еще буквально на днях 3600 доз вакцины. Записи на вакцинацию идут по всем каналам, через портал госуслуг, по телефону. Обычные записи к врачу-терапевту. Организованы кабинеты вакцинации. Сейчас расширяется, увеличивается число кабинетов для проведения вакцинации населения, так и организация мобильных бригад для проведения массовой вакцинации. Таким был понедельник «Карачаево-Черкесия». Прямо сейчас долгожданная премьера нового сезона сериала «Склифосовский». Приятного просмотра и ждите вестей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова